всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду опять пеню колбаса собираюсь пройтись по каталонской кухне и приготовлю сегодня наверное одну из тысяч если не из десятков тысяч разновидностей бутефары хочу сказать что меня безумно раздражает крайне непределенное становление колбас вообще и бутевары в частности потому что ну тоже сам бутефара может быть как вареная так и бутефара фреска свежая то есть которую нужно перед употреблением отварить или пожарить ну как тулукские колбаски были как купаты бутефара бывает и отваренная бывает из нежирной свинины бывает из вместе свинины и сала она бывает красная кровяная она бывает с крупами бывает с луком бывает с трюфелями бывает даже сладкая с медом она может быть как очень длинная свернуты таким кругом как украинская жареная это каперязная по типу сарделек или вообще по типу маленький вуз я смотрю на такое безумное разнообразие всех этих разновидностей то мне начинает казаться что термин бутифара сродни термину просто колбаса впрочем одну особенность она все-таки могу назвать я ни разу не встречала рецепта бутифары в которой добавлялась бы нитритная соль поэтому вся колбаса какая отваренная ну то есть готовы ли жареная на срезе бывает не розовая а серая испансион называют бутифара бланка то есть бутифара белая есть еще бутифара негра черная но на ней за нитритной соли черная из-за того что кровяная куда кровь добавляют вот бутифару бланку отварную и бутифару бланку фреску то есть свежую я сегодня приготовлю для чего приобрел кусок свиного окорока и шмак несоленого сала из пряности мне понадобится черный перец немного сладкой паприки гвоздик и корица белый сухой вино конечно же соль учитывая что рецепт колбасы не отличается сложностью от пола совсем я хочу не просто ее приготовить и подать сразу в таком традиционном каталанском стиле то есть с белой отварной фасолью она мне уже здесь замоченная стоит так что начну ее варить ну и заброшу сюда морковку процесс пошел а я займусь нарезкой мяса под мясорубку и теперь все это надо пропустить через мясорубку для сегодняшнего рецепта решетка должна быть крупный миллиметров 8 10 в диаметре фарш готов теперь можно добавлять вино и соль и пряности и старательно перемешать в данном случае я не пользуюсь планетарным миксером для перемешивания но чтобы сало не размазывалось в колбасе хоть какой-то рисунок сохранился остается набить оболочки можно приступать новичкам на канале сообщаю что обзор вот этого китайского шприца вы можете найти в плейлисте с кинзон туз убивать буду на натуральную свиную череву она у меня примерно полчаса уже лежит замоченная в холодной воде теперь надо выгнать воздух из цевки и завязать на конце узелок набиваю неплотно плотность ногами во время перевязки ну вот и все остается привязать вот эту колбаску я буду жарить подавать фасолью а вот эту отварю поэтому перевяжу ее вот таким макаром что касается хранения я могу конечно назвать гостовские нормы но надо понимать что они для предприятий на предприятиях существуют очень жесткие санитарные нормы обрабатывается поверхность специальными там химическими веществами типа хлорки и прочее моются также все эти шприцы мясорубки и прочее люди работают перчатках специальных там костюмах с масками температура в цеху тоже низкая вы домашних условиях такое повторять не будете сто процентов поэтому ориентируйтесь на здравый смысл вкратце если вы приготовили бутефару решили оставить ее свежий бутефара фреска то после добавления пряности она в холодильнике может пролежать ну максимум двое суток с моего опыта больше фарш закисает видимо из-за недостатка чистоты в пряностях заморозить можно пролежит морозильнике как обычный колбаса как кусок мяса долго можно ее сразу после набивки отварить вареную хранить в холодильнике столько же сколько вы храните вареное мясо можно ее отварную не в холодильнике в морозилку забросить сколько в морозилке ваше вареное мясо пролежит тоже ориентируйтесь на свой здравый смысл как-то так я как видите успел уже прибраться на кухне так что приступаю к готовке для начала надо порубить лук и чеснок лук помельче и их надо обжарить чтобы придать белые фасоли немного вкус немного яркости вот сюда и сразу же выложу колбасу пусть начинает обжариваться и чтобы добавить сладости этому соусу не соусу этой поджарки отправлю сюда морковь как раз ту которая варилась с фасолью порежу ее как-то так и сюда и перемешать нажарится остальную будь фару отварю учитывая что у меня размер колбасок совсем небольшой проще поступить так в этой кастрюле мне кипяток так что и выложу сюда почти два килограмма колбасы она холодная вода сразу же начнет остывать а я буду этот процесс контролировать колбаса будет готова тогда когда температура в центре батончика достигнет 69 70 градусов вообще говоря по правильному варить нужно ее конечно при температуре не выше 80 градусов но учитывая что у меня колбасы много кипятка не такое большое количество он мгновенно остынет и поэтому даже поверхностный слой не успеет перегреться если же у вас колбасы будет мало то опускайте не в кипяток а воду с температурой скажем не выше 90 градусов и не забываем про сковороду можно уже перевернуть кубасу фасоль отбросить на дуршлаг и знаете что мне стандартный вариант каталонские подачи бутифары с белой фасолью пусть даже с вот этот поджаркой кажется скучноватым хочется добавить немного веселья и в качестве такого веселья будет немного спаржи ради цвета и формы на жесткий конце отломить часть стеблей как-то так вот порезать немного обжарю на сковороде чтобы она стала чуть чуть мягче на оливковом масле вот так и и сюда же горсочку томатов черри для цвета этой красоте хватит буквально двух-трех минут так это бутифары у меня уже готова сюда переложу фасоль на одну минуту просто чтобы пропиталась вкусом чтобы смешалось все да и несмотря на то что фасоль у меня варилась соленой воде в любом случае вот именно на этом этапе скорее всего придется все выправлять на вкус добавив соли может быть сахар может быть яркости какой-то может быть перца за что можно сыпануть так и это бутифайр тоже готова ее надо срочно отправить в холодную воду остывать меня здесь и вода и лед и пока этот неувлекательный процесс идет завершу сервировку сюда фасоль сюда томаты сюда спаржу такой вот поленницей как-то так ну и петрушки будет не лишним добавить как мне кажется просто для красоты рядок порубить и добавить красота и вот вам сразу два варианта бутифары бутифара фреска уже не фреска пожарена и бутифара бланка кассера то есть домашняя вареная вот вот такая вот вот что касается вкуса ну давайте я с вот этой начну так такой вот здесь вот фаршик сочный ароматный он довольно насыщенный за счет пряностей он кажется более сочным чем обычно стандартная коллаблаза потому что добавлено вино вине есть кислота кислота разрушает белки поэтому бутифара кажется очень сочной пока она горячая ну это одно из ее достоинств пожалуй так ну в качестве гарнирчика у меня здесь есть слегка слегка обжаренные томаты вот легкое обжаривание усиливает и вкус делать их слаще такая вот еще похрустывающая спаржа вот такие стихать облый салатик и фасоль дворная фасоль такой крахмалистый неплохой гарнир достаточно достаточно интересный за счет как раз таки вот лука чеснока морковки сладкой не могу сказать что этот рецепт это подача эта колбаса это что-то просто невыобразимо вкусно нет мы там обычная достаточно вкусная отваренная волоса отварен нет поджаренные купаты отваренные поджаренные я еще утащу извините что касается отваренной и охлажденной во льду такая же сочная естественно когда она остынет до конца вытопившийся жир кристаллизуется она станет более плотного такого вида цвета по вкусу по вкусу по вкусу чуть более нейтральным чем это жареная но просто за счет того что при обжаривании все-таки на более яркие вкусы получаются так что вот такая вот вам на колбаска такой кусочек каталонии огромное спасибо вам за ваши лайки за дизлайки отдельное огромное спасибо тем кто повторяет рецепты это ладно повторять на свое здоровье но и при этом публикует фотографии того что у вас получилось в группе вконтакте на мой взгляд это очень сильно подвигает других зрителей кулинарной пропаганды тоже готовить по этим рецептам и получается действительно пропаганда вкусной интересной еды и пропаганда интересного творческого времяпровождения времяпрепровождения дома и отдельное спасибо тем кто ставит дизлайки и в принципе как-то реагирует потому что это позволяет мне более чутко отвечать вашим запросам традиционное спасибо спонсору самури за спонсорскую поддержку вам за компанию всем пока а